В 24 года он дрался с Игорем Вовчанчиным, в 25 с Алексеем Олейником, в 33 с Александром Шлеменко, в 41 с Абубакаром Нурмагомедовым, в 44 с Чоршанбе Чоршанбеевым. Сейчас ему 50, последний раз он выигрывал 20 лет назад, но по-прежнему выходит в клетку. Зачем? Меня зовут Александр Лютиков и я расскажу вам историю бойца, который все никак не может завершить карьеру. Речь про человека, который на этой удивительной фотографии стоит на пьедестале вместе с Абдулманапом Нурмагомедовым и Федором Емельяненко. Если вам по душе такие истории, с вас лайк и подписка на канал. Легальный и надежный партнер моего канала, компания Фонбет, которая предлагает новым клиентам не только бонусы, но и бесплатные спортивные трансляции в мобильном приложении. Ссылка в закрепленном комментарии. Ну а теперь поехали. Поражение, поражение, поражение. Сергею Акинину 50 лет. Его статистика 35 боев, всего 4 победы, 1 ничья и 30 поражений. Должен поделиться ощущением, Сергею Акинину на свою статистику плевать. Мы встретились в спортзале на юге Москвы. Сергей, который тренирует там детей и любителей, тут же испугал меня заявлением, что он намерен продолжать драться и на шестом десятке лет. А следующая пара Вовчанчин-Акинин. Ему, конечно, не везло с самого начала карьеры. Соперником Акинина по первому бою был Игорь Вовчанчин. Сергей вышел драться с ним, не зная, кто это вообще такой. И в результате просто побежал на Вовчанчина, получил закономерный удар навстречу и упал, вывихнув руку. Так, в 1995 году началась эта долгая и трудная карьера. Первые бои, я вот как раз помню, которые были летом, я на них еще билеты продавал. Причем на эти билеты, ну, то есть, выручил на эти деньги. Я съездил, тоже поборолся в город Костову в турнир. Вот, и как раз следующие были в конце ноября. Валерий Валентинович Волосных предложил. По самому я высоко не прыгну, а тут мне сразу чемпионат мира предлагает. Ну, надо попробовать. А что, в Вовчанчине тоже ничего тогда не знали, конечно? Нет, ничего не знал. Парень крепкий. У меня был вот этот, как раз, в Вовчанчине первый такой, можно сказать, боевое крещение, именно в профессиональное. Он сбил меня ударом, то есть, нокаута как такового не было, то есть, все нормально. Ну, я падаю, я именно на локоть вышел из сустава. Ну, кстати, там у меня был тренер по самбу, Николай Анатольевич, он мне сразу правил, прям, прям, там, там никто не мог. Правил? Правил, прям. Там, сидел так, в таком состоянии. Он мне сказал, будешь еще драться? Ну, конечно, буду. Через полтора года Акинин снова решил попробовать себя в боях и попал на юного Алексея Олейника. И если с Вовчанчином Акинин решил драться в стойке, то Олейника, как вы уже догадались, он попробовал перевести в партер. Интуиция – это все-таки великая штука. Не знал, что он такой мастер. Я его ударил, вот конкретно я помню, я с ноги ударил этого ушира, бросил за ноги, а он хорошо зацепился. Ну, я, кстати, много потом вместе тренировался, много у него удушение перенял. Потом Сергей проигрывал Мартину Малхосяну, проигрывал Каримуле Баркалаеву. В 2005-м проиграл нокаутом Александру Шлеменко в Якутске. И вы уже наверняка посмотрели видео на моем канале о том турнире. Ну, просто знайте, что за тот бой Акинин заработал не больше 100 долларов. С Шлеменко, 2005-й год, Якутск. Можете вспомнить, как вы оказались на том турнире, кто позвал? Такой есть, мы уже слышали, Паша Балаянков, может, слышали? А, да-да. А вот. Певец и бойец. А какая у него фамилия настоящая? Ну, он поменял, он не захотел быть в Нью-Морозов, не захотел быть Павликом Морозовым. Все понял. Главную тайну мы открыли. Потом как раз позвал Балаянков. Бойца Шлеменко, что помните оттуда? Что помню? Там же вообще правила панкратиона были немножко не для вас, да? Ну-ка, там минуты даже, там минуты точно явно не прошло, вот, я был недоволен, и, наверное, я немножко по старой схеме пошел, и он меня уже просчитал, уже как раз поймал на этом. А, кстати, самое интересное, голова у меня вообще не болела, я подвернул стопу. Да, он меня сбил ударом, но я упал назад, если бы он сильный, я упал бы вперед, я упал назад, и я когда падаю, я стопу подвернул. Вот стопа у меня болела, голова вообще не болела. То есть, чем-то похоже на историю с Вовчанчиной, да? Да, тот и тот меня поймали. Когда Сергею было уже за 40, его дали в соперники 23-летнему Абубакару Нурмагомедову. Тот бой прошел в Подмосковье, Нурмагомедов выиграл добиванием в партере, и после победы в турнире получил поздравление от Александра Волкова. Ну и, наконец, в 44 Сергей встретился с будущей звездой бойцовского ютуба Чоршанбе. Причем Акинин, когда я спросил его о том бое, не только не знал о сегодняшней популярности Чоршанбеева, но даже не сразу понял, о каком именно бое идет речь. Соперников из Средней Азии у него в последнее время было много. А, это Киргиз? Чоршанбе? Да, ну он, по-моему, из Таджикистана. А, да, да, с двумя таджиками. Один по каратэ, другой по кикбоксингу. А вы которого имеете в виду? Который был у Олейника в клубе. А, ну вот, он как раз чемпион, вроде, мира по каратэ. А вот, ну тоже с ним побежал. А я, а я, своя ошибка, я не думал, что там сверх мир. Причем мне так сказать, сначала готовься, потом, нет, не будешь. А потом, человек, в это время, все-таки ты выходил, ну, я как бы, мне сначала расслабили, напрягли. Ну, ладно, пойдем. Я, причем, приехал, потренировался Оленика. Потом пошел, ну, конечно, не надо было мне тренировку такую полноценную проводить. Я пошел еще побил. А, после тренировки? Да, я у Олейника сначала, а потом пошел побил. Так что, неправильно. Я так понял, вы вообще, у вас результат не запаривает особо, да? Не, главное, пройти, не, если выиграю, конечно, приятно, каждому приятно, что пройти. Не, пройти, что ты мужчина еще, можешь еще что-то, путь сам пройти. А в курсе, что сейчас Чоршанбе – это один из самых известных бойцов на Ютубе? Наверное, я не знаю. Не в курсе, да? Не следил. Поражение от Чоршанбе не попало в официальную статистику Акинина. У Чоршанбеева записана победа над бойцом по имени Сергей Аким. Видимо, помирцы писали фамилию на слух. Впрочем, Сергей говорит, что и в его статистику попали не все победы. Парит ли вас, что где-то есть в интернете страничка, на которой у вас статистика, типа, 4 победы, 30 поражений? Это конкретно про ММА, если вы говорите? Ну, просто там, видно, не все мои победы учитывались, и побыв на меня гораздо больше. Там не 4, там... И это действительно так. Я, например, нашел вот такой бой в Анапе в 2011 году, где Акинин выиграл техническим нокаутом у Андроника Аракеляна, который был на 20 лет моложе. В базах статистики вы этого боя не найдете. Технический нокаут! Это ровно! Акинин! В июле этого года Сергею Акинину исполнилось 50 лет. Он по-прежнему тренируется, тренирует и готов, если что, подраться. Последний бой он провел год назад. 49-летний Акинин вышел против 19-летнего Глеба Михалева. А он мне сказал, что папа моложе меня на 3 года его. Его папа. Глеб Михалев, да. Ну да, 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 да. Он очень был... Я просто смотрел, он заходил ко мне там в одноклассник, ну, смотрел. Заряжен очень был. На вас, да? Очень был заряжен. Он мне посек вот, кстати, о себе, говорит, он мне прям показывал, ну, сломал палец. Мне, конечно, кожа лопнула. Ну, я даже не зашивал, я там БФ-клеем заклеил. Есть такой медицинский клей. Наконец, я задаю Сергею вопрос, а зачем? Ну вот зачем в 41 он выходит против Нурмагомедова, в 44 против Чоршанбе? И зачем в 50 он снова готов драться и, да что уж там, проиграть кому угодно? А зачем вам это нужно? Вот просто объясняйте. Негатив весь, который скапливается, чтобы выходил из организма, чтобы немножко чувствовал, что жизнь не так уж плоха, как кажется. Ага. То есть, хочется жить еще. Немножко, когда человек выходит на бой, он в другой пространстве, в другом измерении, он другой человек. У бойцов с такой статистикой, там люди в интернете просто называют мешок там и так далее. Вот реально не задевает это? Что тебе это человек для прокачки рекорда? Я же говорю, есть кого ведут, то есть ставят под несильных бойцов. А я просто сразу шел под топовых именно, которые чемпионами становились. Я просто выживал. Ну как он говорит, выживет нормально, а я выживал. И дальше шел. Выходишь на поединок, не травмироваться. Это первый критерий в поединке. Второй, не травмироваться в сопернике. И только третий, победить. То есть, победа, это только, это не самое главное. Главное, пройти вот это. В детстве даже такая была мысль, а что такое боль? Иногда так подставлялся, чтобы почувствовать, что это такое. Последние большие официальные и занесенные в статистику победы Акинина случились ровно 20 лет назад. В 2001 году он выиграл два боя в ММА и параллельно взял золото первого чемпионата мира по боевому самбо. Причем в тяжелом весе, где через год чемпионом станет Федор Емельяненко. С Федором они в 2004 еще и окажутся вместе на пьедестале, где будут стоять по бокам от Абдулманапа Нурмагомедова. Это спортивный зал Дагестанского государственного педагогического университета. Открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо. Сборная Махачкалы там стала первой, сборная Старого Оскола второй, а сборная Москвы, которую возглавляла Кенин, третий. Когда мы прощались, Сергей попросил указать под видео его контактный номер. Для тех, кто захочет прийти заниматься в его, прямо скажем, немноголюдную секцию в московском районе Южная Бутова. И для тех, кто захочет предложить ему, 50-летнему, бой. Что ж, номер телефона в закрепленном комментарии. Как бы спорт, он мне всегда помогал и в армии. Ну, последняя моя драка, так сказать, с такими лицами, так сказать, когда электричка переходил. Ну, видно, они там на наркоту им деньги нужны. Ну, вот они хотели, как говорится, на гопсов. Пришлось с ними так немножко повозиться, хотя так... Они мне сразу с первого удара бы посекли, но отбился. Это где так? Это метротексильщики. Мне это как бы сверху бросать нельзя. Нельзя.